Приложение для смартфона, разработанное в Омске, стало победителем в престижном всероссийском конкурсе. Оно называется GeoQuest. Это интеллектуальная игра, способ активно провести время и лучше узнать родной город. О других полезных приложениях, которые придумали в Омске чиновники и горожане, расскажет моя коллега Алена Бензик. Омские чиновники даже в киберпространстве стремятся улучшить жизнь горожан с помощью гаджетов. Пока, правда, не очень получается. К примеру, областной Минздрав в начале этого года заявил, что избавится от очередей с помощью мобильного приложения. Электронная регистратура. Идея прекрасная, но на поверку оказалось, что такого приложения нет. Есть мобильная версия сайта Омскздрав. Онлайн-помощник определит, к какой поликлинике вы прикреплены и поможет записаться на прием к нужному специалисту. Но пользователю все равно придется отстоять очередь к терминалу или в регистратуру, чтобы получить бумажный талон. Есть и позитивный пример киберчиновника – приложение в аптеке, где можно узнать о наличии и стоимости препаратов в аптеках. Мобильный справочник федеральный выдает информацию по всей России. Значит, пользоваться приложением удобно в путешествиях. Но данные только по тем аптекам, которые захотели разместить информацию о себе. А их немного. Другим удачным примером можно считать приложение «Мой маршрут». Его делали частные разработчики, но по заказу мэрии Омска. Сервис позволяет наблюдать за движением городского транспорта на карте города и прогнозировать время его прибытия на выбранную остановку. Сегодня работает новая версия – «Мой маршрут Омск-2», но она требует усовершенствования. В основном пользователи жалуются на неточность расписания. Не менее полезными обещают быть приложения, которые создали сами мячи. Так, фудчек разработали студенты Омгупса. Он сканирует этикетку продукта и определяет, какие вредные добавки в нем содержатся. Судя по отзывам, приложение работает эффективно. Опасные ешки находят даже в маринованном имбире. Правда, пока есть проблемы со сканированием штрих-кода. Поисковик нового поколения. Так амбициозно авторы назвали приложение «Шелми». Как утверждают разработчики, сервис подбирает для каждого пользователя заведение для отдыха, исходя из его личных интересов и желаний. Пока лишь бесплатная бета-версия доступна для айфонов. Но поисковик может отпугнуть тех, кто боится разглашать данные своей банковской карты. Хотя разработчики уверяют, что система защищена на все 100%. Самым ярким примером омских разработчиков можно назвать мобильное приложение «Геоквест». Это географическая интеллектуальная игра на местности. Ее участникам, например, предлагают в реальности отыскать здание на несуществующей улице, найти древесного старожила и даже попробовать добраться до сердца крепости. Приложение стало победителем в одной из номинаций третьей Всероссийской туристической премии «Маршрут года». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова